Я вас витаю на канале Наталья Зимна, видеохостинга YouTube. Добрый вечер, дорогие друзья. На заданную вами тему, как обычно, в завершении месяца, в заключительную пятницу, мы говорим о здоровье. Мы даем рекомендации и с нетерпением ждем ваших звонков. Сегодня, я уверен, не будет исключением наш вечер. И потому что вновь, в очередной раз, сегодня нас посетила Наталья Петровна Зимная, президент Всюукраинского общества «Зеленая планета». Мы гордимся этой встречей, которая уже завершает наш плодотворный и очень творческий 2009 год. Добрый вечер, Наталья Петровна. Добрый вечер. С наступающим вас Новым годом. Сегодня наша программа будет посвящена рекомендациям, как обычно, но наверняка пройдет под эгидой праздников и Рождества, и Нового года. Но и, увы, под ситуацией, которая не изменилась с момента нашей предыдущей встречи. Я имею в виду вирусную эпидемию, которая вовсю, наверное, сейчас как раз поразила регионы, уже не только западные. Поэтому рекомендации на эту тему мы дадим. Может быть, с них и начнем, Наталья Петровна? Обязательно. Но все знают, что не надо бояться вируса, что человек сильнее вируса, потому что он мудрый человек, и он знает, как от него уберечься. Поэтому надо запасаться не лимонами, а, конечно, чем-то горячительным, потому что праздники идут. Надо провести старый год достойно, потому что много хорошего он принес, согласитесь, правда? Да. Были, конечно, и проблемы какие-то, были и какие-то неурядицы, и что-то такое вот было, чем мы недовольны. Но мы же не будем забирать все это с собой в Новый год. И чем ближе Новый год, тем неурядиц как-то меньше становится. Меньше, конечно. Возьмем только все хорошее. А хорошего было тоже много. И для того, чтобы еще лучше был Новый год, заберем все старое хорошее, приумножим тем, что придет к нам в Новом году. Конечно же, новогодняя елка, новогодний стол. И каждая хозяйка думает, а что же приготовить, ведь Новый год попал как раз на время поста. Да. Многие люди постятся, поэтому уже не поставишь там мясо, колбасу, там и еще что-то такое, бутерброд какой-то. А сало. И сало тоже нельзя до Рождества Христового. Надо покласть какие-то продукты такие, чтобы они были и вкусные, чтобы они понравились каждому месяцу Нового года. То есть надо приготовить 12 вкусных блюд. Вот. И что же делать? А пост. И вот в каждой хозяйке такая фантазия, что приготовить. Ну, как говорят... Начинаем подсказку, давай. Да. Ничего нет проще паренной репы. Так это золотая репа. Это та самая, которую тянул дед и бабка и прочее. Да. Это та репа. Иногда ее путают из вот этой вот. А ну давайте. Думают, что это пенамбур. Это это пенамбур. И сейчас мы скажем, почувствуйте разницу. Да. Земляная груша, вот эта вот, картошка такая. А то репа. И все, когда берут тапенамбур, говорят, что это репа. Так нет. Вот это репа, которая растет у нас до 16 килограмм. Вот почему дедушка с бабушкой, внучкой... Не осилили. Да. Не могли никак ее вытянуть, потому что 16 килограмм бывает такая репа. Репа, ну, раньше, когда спрашиваешь, что люди ели, когда не было картошки, все говорят картошку. Но ее же не было-то, ее с Америки привезли. Вот тогда ели репу, потому что ее очень было удобно сеять. Брали семена репы в рот, шли, взрыхляли, чуть-чуть взрыхляли землю палкой даже. Не надо было плуга, не надо было ничего. Шли и плевали. Плевали семена. Они падали в землю, прилипали к земле и вырастал вот такой... А почему говорят про нее проще паренной репы, когда элементарно просто все? Потому что ее просто приготовить. Если возьмет хозяйка вот такую репку, порежет ее на столе, на стол, на блюдо порежет, украсит ее чем-то, поставит на стол. Что вы думаете, самое первое возьмут гости? Репу. Потому что она очень вкусная. С репой можно приготовить много салатов. Можно ее парить, жарить, варить, что угодно готовить. Но лучше всего, конечно, сырая. Репа хорошо воздействует на желудочно-кишечный тракт. Никогда не бывает никаких проблем. Желудок работает хорошо, кишечник работает хорошо. А что надо для желудочно-кишечного тракта, если там имеется 70% иммунитета? А что нам надо перед гриппом? Защита нужна нам. Имунитет. Сильный иммунитет. Но еще очень четко у нас налажена и телефонная линия. И по доброй традиции мы 52-00-03. Вам рекомендуем, друзья, звонить. Не все, конечно, смогут дозвониться. Извините, некоторая популярность программы имеется. Добрый вечер. Вы на связи, пожалуйста. Слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, я к Наталье Петровне. Я понимаю, что я не понимаю. У меня уже несколько лет на шкире, вы знаете, вот такие неприемные высыпы, которые прямо как пшено. Бывают часто свербиш сильные. Что медицина вам говорит по этому поводу? Да, честно вам говорю, я не зверталась. Думала, что это аллергия. Пила все, что от аллергии, а так больше ничего. И не помогло, да? Да. Да нет. Спасибо. Наталья Петровна. Ну вот задание сложное? Нет, не очень сложное, потому что все такие высыпания, все пятна, все такие, вот как вы говорите, как пшено, но бывают даже крупнее. Но такие гиперкаратозы, когда роговение кожи бывает, тоже неприятные. Но дело в том, что они очень хорошо лечатся. Надо пролечить поджелудочную железу. А все наши телезрители знают, что для поджелудочной железы надо много есть фасоли, блюд из фасоли. Надо много добавлять укропа, зелени и семян до всех блюд, и первых, и вторых. Поджелудочная будет работать хорошо. Ну а если вы уже давно болеете и не можете избавиться от этого, обратитесь к нам, вам помогут. Дадут септодерм, вы понатираете кожу, изуда не будет, и уйдет это пшено, которое вы. Улица Киевская, 115, адрес не изменился. Не изменился, да. Там же офис, по-моему, 23? Да. Да, по-моему, так. Но найдете, друзья, в обязательном порядке. Итак, продолжим, наверное, из того стратегического запаса. Да, давайте сделаем праздничный салат. Прямо сейчас? Да, подскажем нашим хозяйкам, что надо делать на Новый год. Ну и при этом лечебные какие-то рекомендации? Ну конечно же, ну конечно. Чего начинаем? И витамины, и микроэлементы, но для того, чтобы угодить мужчинам, чтобы все было хорошо. И чтобы грипп не имел последствий. Вот как раз то, с чего мы начинаем. Чтобы не было осложнений после гриппа, чтобы хорошо выйти из гриппа, тогда возьмем сельдерей. Это его зелень душистая такая. Мужчины любят, конечно. Да, я помню, как вы меня побаловали сельдереем. Так вот, вот такой корешочек можно взять и приготовить из него салат. Это салат из сельдерея. Потом украсим. Хорошо. Для того, чтобы не был жесткий сельдерей, его надо разрезать и замочить кипяток на несколько минут. И он станет податливым, мягким, вкусным. Для того, чтобы салат был сочным очень, добавим топинамбур. Правда, возвращают топинамбур. Земляная груша. Вот ее почистить надо, потереть на терке или же нарезать соломкой и добавить к сельдерею. Можно добавить морковку, для того, чтобы еще больше витаминов было. Но морковку надо, конечно же, порезать соломкой, покласть на сковородку, налить туда постного масла. Обжарить. И чуть-чуть-чуть припустить, чуть-чуть припустить, чтобы она только пропиталась маслом. И добавить у салат, чтобы ни один витамин, чтобы ни капля каротина, провитамина А, не пропала из морковки. Кроме того, чтобы салат был еще и сочным, и подкисленным, конечно же, уксус не будем добавлять. Потому что он же добьет поджелудочную железу. Лучше естественный. Огурец заберет витамины. Уксус повредит на поджелудочную железу. А что, неужели гранат? Нет, мы возьмем грейпфрут. А, грейпфрут, пожалуйста. Вот у нас грейпфрут. Давайте крупно покажем, чтобы вы не путали, друзья, с остальными элементами. Разрезать и полить салат. Но перед этим мы еще добавим яблоко. Яблоко. Яблоко сделает салат сочным. Ой, какое красиво. Сейчас нельзя пробовать. И приятным. Можно, пожалуйста. Ой, какая красота. Кроме того, чтобы салат украсить, чтобы он был еще вкуснее, мы добавим, конечно же, граната. Вот, наконец-то, да, граната. О гранате мы рассказывали с вами очень много. Красавец. И про семечки граната мы говорим. Давайте напомним еще. Да, да. Напомним. Мужчинам дадим рекомендации. Мужчинам, да. Значит, семечки можно пожевать или положить в салат, украсить салат. Потом веточкой сельдерея или петрушки или укропа тоже украсить. И красными ягодами этими, очень целебными, потому что их несут всегда в больницу, когда человек болен, чтобы он быстрее встал на ноги и выздоровел. Корку мы тоже договорились не выбрасывать, потому что, не дай бог, горло заболит. А под праздники надо и поколядовать, и пощедровать, спеть песню какую-то за столом, для того, чтобы горло не болело, пополоскать коркой граната. Или же, не дай бог, кто-то постится, а потом под праздники, конечно же, будет кушать все, что на столе, конечно, могут быть проблемы. Если появились проблемы, особенно послабление какое-то, желудок же, он же не резиновый, не растянется так, он тоже может пострадать. Тогда эти корки заварить, небольшую корку заварить в стакане кипятка, и потом глотками выпить, для того, чтобы наладить кишечник, чтобы не было воспалительного процесса. Ну, а семечки, ну расскажите, пожалуйста, камушки. Ой, ни в коем случае не выбрасывать, ни в коем случае, наоборот, делайте все возможное, чтобы это резерв главного командования был. Да, это же гормон мужской, ну как же его можно выбрасывать? Красотища, так, это добавили, а редька у нас случайно здесь? А редька у нас нет, не случайно, это на случай гриппа, а если будут кашлять, если бронхиты появятся. И капли, я помню, тоже к редьке имеет отношение. Мы выдолбим тут ямку, ну и можно до салата добавить тоже, конечно же, это будет резкость какая-то и вкус, добавить редька. Ну, выдолбить ямочку, покласть сюда ложку меда или сахара и ждать, пока появится сок, через 2-3 часа. А потом употреблять чайную ложку или даже столовую ложку взрослым можно, для того, чтобы не кашлять. Ну и кроме того, остальное будем тоже добавлять? Можно добавлять, вот если ни у кого не будет грейпфрута, если не будет чего-то другого, есть лимон, которым тоже можно добавить до салата. Корки лимона тоже не надо. Но не вместе с грейпфрутом? Можно вместе, можно отдельно. Но если у вас не будет ни грейпфрута, не будет лимона, не отчаивайтесь, всегда у каждой хозяйки есть квашеная капуста. Взять рассол капусты, хорошо полить салат, добавить постного масла и новогодний салат, но лучше не придумаешь. Кроме того, каждая хозяйка знает, что каждому же месяцу надо что-то вкусное приготовить. Буряк, даже на праздничном столе, красивое буряковое блюдо, если свекла на столе, говорят, что всем есть что кушать. И гипертоникам, и тем, у кого даже пониженное давление, и тем, у кого желудок не работает, и тем, у кого голова болит, всем свеклу можно кушать. Значит, возьмите свеклу красную, вот ту, которую буряковую, красную, натрите на терку, положите в казанок или в кастрюлю, на дно налейте немножко постного масла и поставьте на слабый огонь, можно положить что-то, рассекатель какой-то, и пускай, пускает сок. А вы в это время нарежьте лука, не жалейте, и для праздника, для стола, и для своей семьи тоже. Нарежьте много лука на сковородку с постным маслом, тоже припустите немножко, и сверху положите на буряк. А потом, через 20-30 минут, когда уже буряк пустит сок, тогда добавьте 2-3 ложки соуса, желательно кубанского соуса или какого-то другого, такого остренького. И потом уже, когда все это готово и будет, перемешайте, можете подавать на стол в горячем виде, но лучше в холодном. Наталья Петровна, я думаю, что мы уже на пороге того, чтобы в 2010 году делать приложение к нашей программе на заданную тему, и уже непосредственно здесь сделать салаты, пробовать их, рекомендовать нашим. Конечно, мы так и будем делать. Пока мы ингредиенты только показываем, рассказываем. Но салат уже получился, просто слюнки текут, я думаю, и у наших телезрителей сейчас уже у многих желание непосредственно все эти ингредиенты, о которых мы говорили, пустить в салат. И это правильное решение. Если не забывать о каждом месяце, их 12, не забывайте о каждом овоще, чтобы он на следующий год дал хороший урожай. Никогда не забывайте ни о чем. Что вы вырастили, обязательно принесите на встречу Нового года. Пускай встречают все овощи, фрукты, все, что вы приготовили, что вы вырастили, все, пускай встречает с вами Новый год. Тогда и Новый год будет богатый и будет шикарный. Но, конечно же, встреча Нового года всегда у нас с елкой. Вот я хотел спросить, не случайно же эти веточки сосны оказались у нас на столе? Их предназначение не только контураж новогоднего праздника? Да, и вы знаете, что елка, она всегда должна быть, елка, сосна, она всегда должна быть зимой с человеком. Потому что вот Бог, создавая природу, подумал о том, чтобы и глаз человека смотрел на что-то зеленое. Ведь зеленый цвет — это цвет Святого Духа. И если глаза не видят зеленого, они тускнеют, они слабеют. И человек должен видеть зеленое. И вот елка и сосна не снимают свой убор зеленый, хвоя сосны такая же зеленая и свежая. И если у вас, не дай Бог, как-то получилось так, что вирусы попали к вам в дом, кто-то заболел, возьмите одну-две веточки сосны или ели. И помните их, потрите их утром, в обед и вечером. И чувствуйте запах сосны. Сильные фитонциды сосны убьют вирусы гриппа, и никто в семье не заболеет. Даже если один член заболел, уже больше никто не заболеет. Это будет уже барьером. Да, да. Ну и потом женщины очень любят сосну, потому что эрозии, шейки матки лечат чем? Сосной. Кашель у детей чем лечат? Сосной. Мужчин лечат воспалительные процессы чем? Сосной, конечно. Ухвои сосны. Вы знаете, как обидно и больно, когда сосна, которая встретила Новый год семьей, а потом идешь улицей и смотришь на мусорники, лежат никому не нужные елки, очень красивые, которые обсыпаются или же их палят. И когда горит елка, которая встречала Новый год в семье, она кричит. Она кричит таким криком, что, вы понимаете, даже вот пламя какое-то, оно необычное. Оно искрами поднимается, фейерверками такими криком, с такой болью, что я никогда не могу смотреть на это. И мне всегда хочется сказать, люди добрые, до того времени, что вы срубили елку и принесли в дом, прошло 17-18 лет. Вот когда елка выросла такая, ей уже 17-18 лет. Считайте, что каждое дерево имеет душу, каждое дерево имеет свой век. И оно пришло в природу нашу для того, чтобы радовать глаз, для того, чтобы жить на этом свете. Имеем ли мы право уничтожать ели? А если уже вы взяли ее, позаботьтесь, чтобы все, и даже иголочки эти, и даже ветки, и даже ствол, чтобы все вам пригодилось. Потому что растение пришло на землю помогать людям быть здоровыми. Да, сегодня, Наталья Курова, мы больше даем советов, рекомендаций. Наши телезрители ждут с нетерпением, конечно, своего слова в нашей программе. Но согласитесь, что вот то, о чем мы уже говорили, очень важно, наверное, для многих, которые хотели задавать подобные вопросы. А для чего здесь это лежит или другое? Но есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Будьте добры, это Симферополь. Слушаем вас. Ковалева Алла Анатольевна, я, к сожалению, слышала только кусочек вашей передачи о том, как вывезти глисты у детей. Там был лук, там был чеснок, но я не увозила. Вы, я так понял, что хотите, чтобы мы повторили в конспективном таком темпе, и вам стало все абсолютно понятно, да? Да, да. Спасибо за вопрос. Пожалуйста. Пожалуйста, записывайте. Взять одну луковицу во время поста, это сало с хвостом. Взять одну луковицу, измельчить ее, положить в стакан, залить кипяченой водой комнатной температуры и поставить на подоконник вечером. И пускай стоит до утра. Утром вы просыпаетесь, берете этот настой лука, процеживаете его, добавляете меда немножко или сахара, чтобы ребенку было приятно пить. И даете ребенку половину утром, половину вечером. На тощак обязательно полстакана этого настоя вы должны дать. И так в течение недели, 7 дней. Потом делаете перерыв 7 дней и опять повторяете такую же процедуру, такой же курс лечения. Это хорошо очень при лямблиозном холецистите. А сейчас я, наверное, и не знаю, когда я видела ребенка, у которого бы не было паразита. Или же лямблии, или аскориды, или острицы, или апистархоз, кошачья двуустка, или многие другие, влосоглавы там, и многие-многие. Их насчитывается более 150. И каждый ребенок, конечно, страдает от паразитов. Но если у вас нет луковицы, или ваш ребенок не захочет пить настой из лука, можете взять рассол капусты. Но лучше всего выдавить сок из свежей капусты, полстакана сока ребенку утром натощак, неделю. Потом делаете перерыв и опять неделю. Это и доступно, это и дешево, это очень полезно детям. Потому что капуста, не только она убирает паразитов из организма, она же еще и усиливает секрецию деятельности желудка. Особенно, когда у детей, а большинство у детей понижена кислотность. Большинство работает желудок очень плохо. Он растянут, опущен. Ребенок такой не учиться не может хорошо, не кушать хорошо не может ничего, не может быть здоровым. Поэтому капусту обязательно можете давать. Ну и кроме того, есть, конечно, еще и чеснок. Но не каждый ребенок будет употреблять чеснок. Есть еще ива или верба. Можно варить чай из вербы, из тоненьких веточек вербы. Мы всегда ее приносили сюда, я думаю, что все знают, что такое верба. Или плакучая ива, или верба белая, или верболос. Или красная, или белая, или козья, или пушистая, или какая-либо верба. Из тоненьких веточек взять кору, одна чайная ложка измельченной коры, заварить в одном стакане кипятка, настоять 30-40 минут, и потом дать ребенку выпить утром и вечером по полстакана. Вот курс лечения 7 дней, как я уже сказала. Очень хорошо уходит лямбер. Да, и опять у нас в нашей программе часто мы вспоминаем строчки из песен популярных. И помните, хай завжды мене верба, тайда дому поварта, да? То есть вот завжды верба, если у вас в доме, то я думаю, что будет полный порядок. Такой же порядок за звонками в нашу студию. 52-00-03. Слушаем вас, вы в эфире. Наталья Петровна. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотела вас поздравить с наступающим Новым годом. Спасибо. Долгожданное поздравление. Доброго здоровья. Спасибо. И хотела бы попутно задать Наталье Петровне такой вопрос, может быть, она мне ответит. Меня зовут Элла Яковлевна. Как можно избавиться от сильного храпа? Вот никак не можем избавиться от храпа. И лор-врачи консультировали вас? Да, делали операции. Спасибо большое. Вас тоже с наступающим Новым годом. Пожалуйста. Значит, да, это явление такое не очень приятное и для самого человека, который храпит. И особенно для тех, кто рядом спит, конечно, тоже беспокойные ночи. Но я вам скажу, что есть народные средства, которые помогают людям. Это, во-первых, мы советуем лечить желудок, потому что только при растянутом желудке может быть такое. Вот не ужинать после 6 часов и не пить пиво или какие-то... И газированные напитки тоже. Напитки или газированные напитки тоже не надо принимать. Ну и, кроме того, можно попробовать укрепить стенку. Это небо опускается, растягивается. И, конечно, человек не рад тому, что он храпит. Значит, надо брать постное масло и жевать. Жевать и жевать постное масло. Вот. А потом его... На хлеб? Нет. Просто в рот брать, набрать в рот масло, столовую ложку и его жевать. Жевать до тех пор, пока оно станет как взбитое масло, понимаете? Белое такое. А потом или выбросить в канализацию где-то смыть, или же, ну, как часто говорили в старину, что надо куда-то в ямочку какую-то и закопать. И вот такую вот процедуру надо проделывать каждый день в течение 2-3 недель. И вы увидите, что вы перестанете храпеть. Но лучше всего, конечно же, обратиться к доктору. Даже к нам можно обратиться. Вот каждую последнюю пятницу я у вас тут консультирую. Я могу вам посоветовать и пищу, какую употреблять. И в то же время посмотрю, какой у вас желудок. Надо его протонизировать. А для того, чтобы протонизировать желудок, надо еще употреблять. Лук тонизирует, капуста, мы только что говорили, и чай из черной смородины. Если нет ягод и листьев, тогда режьте веточки смородины. Можете добавлять веточки вербы и таким образом подлечить, протонизировать свой желудок. И варите всегда пшенную кашу или кулеш. И употребляйте. Все будет у вас в тонусе, не только желудок, а все даже слизистое. И в большом тонусе находятся наши телезрители сегодня, Наталья Петровна. Еще один звонок на ваших экранах, телефон прямого эфира. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый, долгожданный мужской голос, да? Геннадий Петрович из города Ялты. Слушаем, Геннадий Петрович. Я хотел, вы знаете, извиняюсь, что я не успел посмотреть сначала, и меня заинтересовало... А завтра повтор можете посмотреть. ...в пользу зерен граната. Ага. И вот... Вернуться к этой теме вы хотите? Можно вкратце повторить. Хорошо. Понятно, но я сразу напомню, что повтор нашей программы на телеканале «Неполь» в 10.25 в субботу. Так что, пожалуйста, можете посмотреть. Ну, в телеграфном тогда стиле, да? Семечки граната, то есть косточки граната, косточки, сами косточки, имеют много мужского гормона. Если вы хотите усилить свою потенцию, если вы хотите быть сильным мужчином, в тонусе, тогда употребляйте кофе из косточек граната. Одна чайная ложка измельченных на кофемолке косточек залить стаканом кипятка, хорошо заварить, и это на протяжении дня выпить. Женщинам я советую пить чай из цветов липы. Там очень много женского фитогормона. Но, выпив чай, никогда не выбрасывайте цветы липы, оставьте их с небольшим количеством воды, а потом вы увидите, там образовывается слизь, смазывайте кожу лица, и она всегда будет молодой и красивой до самой глубокой старости. Да, ну и еще раз напомню, друзья, что в Симферополе на Киевской 115 постоянно работает «Зеленая планета», и здесь и рекомендации, и медикаменты, не медикаменты, а средства, которые предлагает Наталья Петровна, ее единомышленники. Несколько, и показывает еще один звонок, давайте, а потом уже еще одну тему из того, что мы видим здесь на нашей площадке. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Слушаем вас. Меня зовут Светлана, я из Симферополя. Слушаем Светлану. Я бы вот хотела спросить, у меня ребенок очень страдает, у него дисбиоз кишечника, дисахарозная недостаточность, и на фоне этого атопический дерматит, у него высыпание сильное на теле, ничего не помогает, в больнице мы лечились, и народные средства использовали, ничего не помогает. И дисбактериоз, вы сказали? Да. Да? Да, очень правильно поставили диагноз, врачи, действительно атопический дерматит, потому что тонуса в желудке нету, пища не переваривается, бродин гниет, и, конечно же, все токсины, которые образовываются с хорошей пищей у ребенка в желудке, им некуда деться, потому что там увеличена печень у вашего ребенка, застой печени. Она не может обезвредить токсины, те, которые в желудке образовались, и вывести из организма ребенка, и токсины ищут выход, и куда они деваются, они, конечно, находят еще один орган в организме, это кожа, которая может защитить ребенка, и поэтому все токсины вылазят на кожу. Поэтому надо лечить, не замазывать кожу какими-то гормональными мазями или другими, а надо лечить у ребенка желудок, тогда не будет той атопии, которую вам поставили. Печень работает хорошо, желудок работает хорошо, нет ни аллергии, ни дерматитов, ничего нету. Вы можете обратиться к нам, гепахол, гастротон, аллергин взять за месяц, кожа будет у вашего ребенка чистая. И вам же посоветуют, какую пищу надо давать ребенку, для того, чтобы и желудок у ребенка работал хорошо. Все это от желудка. Наталья Петровна, вот вначале мы сегодня немножко изолировали наших телезрителей, а сейчас поток звонков, но я знаю вашу позицию не отказывать нашим телезрителям. Добрый вечер в эфире. Алло. Слушаем вас, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Петровна, с праздником вас. Спасибо. Наталья Петровна, у меня к вам такой вопрос. У нас в семье беда. Дочь болеет склеродермией. Я понимаю, что это очень сложная болезнь. Вы не могли бы нам чем-то помочь из вашей зеленой аптеки? Спасибо. Коллагеноз. Да, коллагеноз. У нас есть полутканка, мы лечим склеродермию. Конечно, она лечится очень туго, очень долго. Надо иметь терпение. Но это заболевание лечится. Не слушайте никого, что это неизлечимо. Это заболевание лечится. Есть у нас септодерм, который мы помогаем. Проявления кожные, да? Да, проявления эти смазываем. И вовнутрь пьют лекарства. Конечно же, там есть нарушения какие-то, нарушения обмена веществ. Но официальная медицина обычно гормональную терапию предлагает. Ну, гормональная терапия ничего не дает. Но на ее фоне вот эти рекомендации, я думаю, что конкурировать не будут. Конечно же, нет. Но причину, мы находим причину и, конечно же, помогаем таким людям. Так что не отчаивайтесь. Я хочу вас порадовать перед Новым годом, что такое заболевание лечится. И очень успешно. Как склеродермия. Если мы лечим и витилиго, и лечим псориаз, и все другие проявления такие на коже. Ищем причину, лечим причину и заболевание. Ну, я думаю, еще раз мы напомним, на Киевскую 115, пожалуйста, приходите. Я думаю, там квалифицированную консультацию. А заключительную пятницу каждого месяца Наталья Петровна принимает здесь, в Симферополе, по этому же адресу. Кстати, сразу же напоминаем вам, друзья, 29 января следующая наша встреча в прямом эфире на телеканале «Неаполь». Еще один звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. С наступающими праздниками вас. Спасибо. У меня такой вопрос. У меня проблемная кожа лица. А что можно сделать и от чего это может быть? Что с кожей лица? Проблемная кожа. То есть высыпания на лице. Они проходят периодически, но опять потом возобновляют. Извиняюсь за вопрос. За вопрос, сколько вам лет? 25. Спасибо большое. И ребенок, по-моему, рядышком. На коже лица что там, угры? Ну, наверное, проявления какие-то, периодические высыпания появляются. Значит, тоже надо проследить за желудком. Во-первых, чтобы не было запоров, чтобы работал нормально желудок. И если у вас там есть такие жирные высыпания, угрыстые, значит, возьмите, пожалуйста, ягоды калины. И соком ягод калины поделайте маску. Несколько раз сделайте. Сразу ее смоете теплой водой, а потом холодной. И вы увидите, что калина вам поможет. Калина же любит женщин. Да, мы показывали, рассказывали. Она вам поможет убрать эти явления неприятные, которые у вас на лице. Опять воспоминания. Ой, цветет калина в поле у ручья. Парня молодого полюбила я. Вот прямой путь, да? От использования калины до большой красивой любви. Красивой любви. Цикламен, да? Цикламен. Это как сегодня, как антураж у нас на празднике? Ну, это напоминание о том, что люди добрые, если у вас там, не дай бог, есть какие-то неполадки, гаймориты или что-то такое, то, конечно же, лечим цикламеном, но только берем его луковицы тогда, когда он не цветет. Значит, мы показали, что такой цикламен в употреблении для лечения не годится. Надо ждать, пока он отсветет. Еще цикламен называют альпийская фиалка. В Украине называют такое красивое растение, таким некрасивым, некрасивым названием дряква. Или же называют, да, свинячим хлебом. Потому что все животные, которые употребляют луковицы цикламена, они чувствуют себя какими-то неуверенными, пьяными, какими-то, понимаете, возбужденными или угнетенными. И только свиньи очень хорошо себя чувствуют, когда употребляют вот это растение. Счастью возбужденными являются и наши телезрители в хорошем смысле слова. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Это вас из Пиромайского района беспокоит. Очень приятно. С наступающим вас Новым годом. Спасибо, спасибо. У нас такой вопросик. У нашей сестры ей 30 лет. После приема пищи часто темнеет в глазах, тошнит, и даже вплоть до того, что иногда даже теряется знание. Трясутся руки, ноги. И можно что-то посоветовать? Конечно же можно. А невропатолога консультировали вашу сестру? Да, бывал прием у неропатолога. Не помогает. Спасибо. Ну, наверное, вегетативная система нервная. Здесь надо лечить печень, желудок и особенно обратить внимание на поджелудочную железу. И очевидно, у нее понижено давление и, может быть, даже понижена функция щитовидной железы. И поэтому такое вот явление, что темнеет в глазах. Ну, пожалуйста, приходите, мы ее проконсультируем. Мы вам четко, точно расскажем, какая там причина. Устраним причину, и больше таких явлений не будет. Очень хочется верить, что обратная связь будет такой же крепкой. Мы получаем очень много писем с благодарностью уже после рекомендаций, которые вы даете, Наталья Петровна. У нас вообще... Я хочу, если вы обратитесь к нам, мы вам поможем. Я хочу, чтобы также вы сказали потом, вот так вот, как сегодня, что вы здоровы, а мы будем спокойны. Да, я вот об этом как раз и говорю, что многие в звонках только. Но вот хотелось бы, чтобы в прямом эфире еще и такие звонки раздавались со словами уже определенных. Вот еще один звонок мне показывают наши коллеги. Пожалуйста, вы в эфире, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Слушаем вас, добрый вечер. Елена Симферополь. Слушаем, Лена. Наталья Петровна, вопрос. Может быть, не по теме здоровья. Сегодня я слышала вас, вы читали стих о елке. А где вы слушали? А где вы слушали? Не могу сказать. Да, но вы знаете что, вот знают уже сценарий, мы пишем с вами на ходу, вот встретившись за 10 минут. Мы же не пишем его. Да, и мы его просто обсуждаем. И там была как раз фраза относительно стихотворения. Видите, а наши телезрители, насколько они проникновенно изучают нашу программу. Я очень люблю природу. И мне такой болью в сердце видеть, когда вот елки рубят. Я когда-то зашла в один дом, мы встречали Новый год в лесу. И вот были там со мной поэты, писатели, депутаты. Я попросила, мы в лесу встречаем елку. Выйдем и в лесу украсим ее. И встретим Новый год. И вдруг, пока там собирали на стол, пока сами одевались, выхожу, а там стоит елка красивая. И около нее лужа. Она была вся в снегу, ее занесли. И елка начала плакать. Не плакать, а рыдать. И я, вы знаете, вот так вот взялась. И одним, ну как вам сказать, одним, не то что взмахом, одним криком написала такие рядки. Конечно, на украинском языке. Пожалуйста. Як бы я дівчина была, то я б вино пьянки сплела, Підперазалася б серпанком и весняным погожим ранком, Поки не кинуло ще сонце своє проміння у веконце, Поки не упали чисті роси на мої долгі русі коси, Пришла б до тебе, щоб щиро і весело усміхнутися, Товгими персами торкнутися, И поцелунок полум'яний подаровать тобі, коханий. Як бы ж я дівчина была, Як бы я жінкою була, то я б сорочку одягла, Гаптовану, мережану, і тихо-тихо, обережно, Бо соні ж по траві росі, поки ще сплять ледачі всі, Під покривалом ночі й неба летіла б, як душа, до тебе, Щоб все, як є, жагуче тіло, що від кохання розпочило, І серця жар тобі віддати, в твоїх обіймах заумирати, Щоб народити, щоб нарождати, і на землі нащадків мати, Якби ж я жінкою була. Якби бабусею була, то я б по полудні прийшла, Неспішно, тихою ходою, щоб привітатися з тобою, На посивілі твої скроні покласти стовблені долоні, Життєву мудрість передати, благословить, як рідна мати, І щастя долі побажати, щоб ти здоров'я мав і силу, Кохав дружину свою милу, ростив синів своїх і дочок, Ходив гуляти у садочок, і щоб просилися на руки Твої кирпатенькі онуки, якби ж бабусею була. Та я не дівчина, не жінка і не бабуся. Я ялинка, жива колюча деревинка, Тому і не змогла прийти і тобі щастя принести. Ти сам прийшов до мене в ліс, Зрубав і силоміць приніс до себе у святкову хату. Що я могла тобі сказати, що я жива і маю душу, Довічно в лісі жити мушу? Ох, я лише стогнала глухо, А ти рубав мене, не слухав, ти був глухий. Тепер я тут, у тебе в хаті, де весело, гостей багато, Усі радіють, а я плачу, Бо вже ніколи не побачу зеленого живого раю. Прощайте, люди, я вмираю, У вас на святі помираю, І лише тепер достоту знаю, Що в жертву віддана для того, Аби в душі ви мали Бога. Якщо людина талантлив, то він талантлив во всім. Наталья Петровна, спасибо огромне. Я давно вже не спитавав такого внутреннього трепета, Который спитав во время вашого стихотворення. Браво, здорово, спасибо огромне. Я думаю, извинят наші телезрители, Которые, може б в ущерб їх ефірному времени І выходу в ефір нашей програмі, Мы предложили сегодня вот такой завершающий аккорд нашей программы. Программа, которая венчает 2009 год, Год нашого знакомства, Год наших программ. Мы начинали в январе, Мы завершаем год в декабре, Не сбрасывая оборотов. Все эти месяцы были вместе, За що вам огромное спасибо. Крепчайшого вам здоров'я. Вот такой вот символ будущего года. Я бы хотел, чтобы был всегда рядышком. Он улыбчивый, он денежный. Денежный. Да, и он еще и лечебным фактором обладает. Потому что в этом мешочке, я думаю, Есть необходимые травы для того, Чтобы чувствовать себя хорошо. Поэтому примите, пожалуйста, в дар от нашей программы. И всего вам самого счастливого и доброго. Да, пожалуйста. Тигр, какой он ласковый, Какой он добрый, Какой он красивый, улыбчивый. Но его всегда надо держать в клетке. Пожалуйста, вам тигра в клетке. Держите его. Спасибо. Так это еще и славкий тигр. Да, конечно. Спасибо. Посмотрите, какой подарок получила программа На заданную тему от нашей сегодняшней гости, Которой мы прожили 2009 год В обстановке полного взаимопонимания. Спасибо огромное, Наталья Петровна. В январе не расслабляйтесь. Конечно. Какие-то поездки намечаются у вас? Да. Наверняка. Но 29 января мы вместе. С наступающим Новым годом вас. Спасибо. Спасибо вам, друзья, Друзья, что вы вместе с нами Сегодня на телеканале Неаполь. Мы говорили о здоровье, Давали вам рекомендации И искренне хотим, Чтобы мир и спокойствие Был в каждом доме. И, пожалуйста, Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Фондю любит тебя!